МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфира программа новин региона у студии Олена Милюшанкова. Витаю вас сегодня в выпуску. Старшиня Аблваканкама Владимир Доманевский с подарунками наведал пациенту областной дитяши больницы. Больше за 800 подлитков Могилёва селета отримали працунные места по программе часовой занятости. Могилёвские плывцы поспехово выступили одразу на некольких буйных турнирах. Усе подробностей в выпуску. Самое актуальное питание журналисты у региона гучали у овальной зале Аблваканкама. Пресс-конференцию дав наместник старшини Могилёвского Аблваканкама Дмитрий Харитончик. Досягнение года навуки у региона, модернизация вытворчества у резиденты свободной экономической зоны Могилёв, партнерство с Китаем, кооперационные советы предприемства в области – это только частка питания, о которой прагучали под час пресс-конференции. Цекаве у журналистов, так само и лёс некоторых предприемствов, у приватности из траммашины. Год 2017-й стал для завода своей сабливой стабилизацийной промой. Повысили престижность залег выконания контракта для колейной компании Беларуси. Ситуация находится на контроле Министерства промысловости. Далейшее развитие предприемства, на думку Дмитрия Харитончика, залежит от кадрового потенциалу. Над его удосконалением и треба працаваць. Про остатние темы, так само попередние выники працы региона за год у дальнейших выпусках программы «Новины региона». Самый новогодний настрой завитал в Могилевскую областную детячую больницу. Карагод сказочными персонажами водили маленькие пациенты онкологичного гематологичного отделения. Свято додалей подарунки, які малым подарили представники Улады. Дед Мороз прислан нам ёлку, огоньки на ней зажёг, и блестят на ней иголки, а на веточках снежок. Верши листы Деду Морозу, да ранешненько тут грыхтоваляся усе. Свято зусим близко. Отшування гонадыходу наблизила каска з яе галонными героями. Як заусёды адмунные персонажи стали добрыми, а маленький глядач не скупівся на усмешке. Дадалі настрою солодкасті. Гості падрактавалі сюрпрыз і для усяго адзаленні. Сертифікат на набыцё нового телевізора для гульнявога пакою. Подоронки отримали усе без выключення. Навод те пацієнты, які медики, не дозволяють знаходиться у шматлюдних місцах. «Конечно, приємно, що вони звали нас, поздравили, дуже раді. Це важливо сьогодні зустрічатися і посіщати такі речевні учрізня, тому що це треба і родітелям, щоб вони чуствували заботу не тільки через те услови, які ми сіздаємо сьогодні в медіціні Могилівській області, але і чуствували заботу, що сьогодні органів власі також переживають за сістання їх дітей, як і вони сьогодні». Сьогодні оно повністю адновлено, разлічно на 25 пацієнтів. Гости затрималіся каля древа життя. Гэта анкогематологічний символ во усім свєті. С кожным выратваным життям на ім з'являється новая маленькая долонь. «Много вылічених пацієнтів от такого неизлічимого прежде заболівання, яким являється острый лимфобластный лейкоз, порядка более 160 человек. Наші перві пацієнты имеють собственних дітей, полноценні семьи». «Какого подарка ти ждеш от Дедушки Мороза?» «Куклу». «Чтоб були всі здорові». «Чего ти ждеш от Нового года?» «Просто счастье, все». Олесь Рыбалка, Миколай Соболю, «Новин Регіона». «Эстафета добрих справ, промеркованная до 80-ти годів Могилівської області, протягується. Нагадаєм, у рамках проєкту – открытий шероху соціально значних і витворчих об'єктов. Праєдзіння творчих конкурсів, спортивних спаборністів і доброчинність. Так, дому сямінага ТЫПу в ВІСЦІ Бєлая Дрібінського района презентували спортивний інвентар і тенісний стол. Іван і Артем у першині у житті тримають в руках тенісний ракет. І хлопчики, пакуль досконала, не ведують умови гульні. Просто вучиться попадать у мячик. Даральше, гэты від спорта цедоуна развіває худкась і шпаркась. Невыпадкова тенісний стол, сярод подарункаў, ад Могилівськага Абулу Конкама, у рамках акцій «Эстафета добрых справ», што ладзіцца да 80-годзе утварэння в області. Летаць у гэтым памяшканні был діцячы притулок. Сьо літа сюды пераехаў сямейны дом Чашыновых. Обжевать покой да помогають спонсоры. У рамках яшы одной доброчинной акцій «Наші діти» областная ассоціація депутатов уручила храшовый сертифікат. Батьки кажуть, накерують сродки на рамонт. Даральше, свята наведали і былые выхованцы. За полгода привыкаеш к дітям, особенно, когда вот такие маленькі, шестренькі. Но і в то же время очень радует, когда діти возвращаются в свою родную семью. Ну, а не живут, как говорите, недалеко. Так что мы будем встречаться, приходить друг к другу в гости. Надеюсь, что у них все будет хорошо, все будет замечательно. А как много у вас детей на воспитании? Сейчас, на данный момент, у нас осталось трое детей. Всяцело идет посещение не только детских домов, но и многодетных семей, также детей, которые сегодня нуждаются в завосе. Ну, а в этом доме сегодня действительно находиться очень приятно. Это дом наполнен искренней добротой. Эстафета добрых справ до 80-ти годзе утварения в области протягивается. Нагадаем, Могилевская область з'явилась на карте Советского Союза 15-го студеня 1938 года. Татьяна Сергеичек, Виталь Алексеенко, Новины региона. Нават у самые передновогодние дни представники областных районных и городских уладов выйдут на совесть с жахарами в области. У суботу 30-го снежня пройдут черговые промы и телефонные линии. У Могилевским облаканками городская линия пройдет за делом наместника старшины Андрея Концевича. Коли вас хвалюсь питанием социально-культурной сферы в области, адукации и охове здоровья, можно звертаться по номеру Могилеве 50 18 69. Телефонная линия будет працавать с 9 до 12 их 1. До Андрея Концевича можно будет так само звернуться с питаниями по спорте и туризме, по оздоровлению санаторно-курортным лятшин не от дорослых, так и детей. Выказать пропоновы по гуманитарной дейности и социальной обороне насельництва. Нагадаем, телефон для сувязи 50 18 69 у Могилеве. У Могилевским облаканками ваши проблемы поспробую вырошить наместник старшины Алла Галушка. Нумер телефона 42 21 02. И в той же час у Бобруйским облаканками ваше телефонование будет примать наместник старшины Олег Ковиль. У Бобруйску номер телефона 76 21 41. Больше за 800 подлетков у Могилева селит отрымали прационные месяцы по программе часовой занятости. Процел от Ковани шкаляру в Могилеве ведется больше за 10 годов. Юнаки и девчаты працуют после урока и уча с каникул. И они зарабляют первые гроши и сами вырешают, на что их потратить. А не которым такая форма работы дозволяя навод вызначиться с будущей профессией. Про это в нашем наступном материале. Я шью юбки для вокальной группы школы. Ена восьмиклассник вучится у 20-й школы Могилева. За швачной машинкой хлопец працует крыху больше за месяц и ужумает добрые поспехи. Научила этому всему моя мама. Как я предполагаю, Юдашкин и Зайцев тоже начинали, как я, с машинки шейной. Ты хочешь быть, как Юдашкин и Зайцев? Ну да. Разом с Геном у бригаде еще три хлопца працуют раскроющиками. Новое для них делай, поэтому они хотят научиться, поэтому даже и задерживаются после работы, и раньше приходят. Что до девчат, им крыху простейш. Вашным мастерством я не оболодали на уроках еще в шестом классе. У бригаде працуют за довольнением. Гэтый шанс реализовать творчие задумки и заробок. Полученную зарплату в основном я потратила на подарки, потому что, ну, это моя первая зарплата, захотелось что-то сделать приятное для родных. У меня еще никогда не было этого чувства, что вот у меня есть свои деньги, я могу потратить туда, куда я захочу. Моим родителям очень понравилась идея того, что я впервые в подростковом возрасте попробую сама зарабатывать деньги. Может быть, это не так тяжело, но это труд. В 2017 году мы, в общем-то, учреждением образования освоили 4860 белорусских рублей. 28 учащихся в нашей школе в возрасте от 14 до 16 лет занимались трудовой деятельностью во внеурочное время. Они шили постельное белье для христианского дома-интерната. Они шили вот эти шторы, которые перед вами, для нашей библиотеки, музеи, школьных коридоров, школьных кабинетов. Сродки на заработную плату и материалы выдатковывают с позабюджетного республиканского фонда. Все лета гэта 150 тысяч рублей. Подчас занятости у подлетков и депрационный стаж. У нас заключено 53 договора с 46 организаторами. Виды работ, которые выполняли наши учащиеся, абсолютно разные. Это и ремонт книжек, и озеленение территории, и пошив различных швейных изделий. Также в рамках временной занятости очень любят выполнять учащиеся различные изготовления различных художественных изделий. Организатор гэта-новучальная установа подае заявку во Управлении по праце, занятости и социальной обороне Гарвы Конкама. В документе указывают колькость жадающих працавать и вид деяностей. Умова узрост не меньше за 14 годов. Алена Соловьева, Виталий Алексеенко, Новины Региона. Вырытывали на пожары и допомогли потерпелому у дорожно-транспортным вздаренье. Гэта зарабились у працонники службы 101. Как поведомили у областным управлении по надзвычайных ситуациях, у Могилёвы отбылось узгорание у одной из квадрат 9-поверховки. Пожарные эвакуировали 45-годового господара и передали медикам. С диагнозом отручевания продуктами гарыния его шпитализовали. Специалисты меркуют, что пожар мог отбыться за неосерожности при курении. У Могилёвским районе отбылась авария с уделом автомобилей Ивека и Ниссан. При допомоге специнструментов ротовальники деблокировались с салона водителя легковой иншамарки. Ему спотребилась шпитализация. Обставины ДТЗ высветляются працонники Держаутоинспекции. Побывать на разных планетах, перемахчи космичных разбойников и собрать шаронный кришталь. Музычную каску с неземными героями представили артисты Могилёвской филармонии. Постановка «Планеты новогодних ёлок» стала первой режиссёрской працей Могилёвской письменницы Аленом Белоножко. На мюзикл завитала и наша сдымочная группа. Окно разбито! Мне страшно, Джанни! Что ты сделал? У новогоднюю ночь сдараются соправдные отсуды. Только тогда у дом прилететь осколок с иншей планеты, ложек перотвориться у космолёт, а лёс у всех новогодних жаданья убудя залежить от маленьких Джанни и Лилы. Каску «Планета новогодних ёлок» написала Могилёвчанка Алена Белоножко. Поставить её на сцене вы решили Минавита Сёлита. Угод науки. Мы решили, что лучше, чем астрономическая тема. В этом году у нас не сыграет ничто. «Планета новогодних ёлок» пьеса написана несколько лет назад, но в этом году мы решили её поставить, потому что вот так прекрасно совпали звёзды. Нам хотелось поддержать эту космическую тему, тему полётов, тему перемещений во Вселенной и тему сна. Только перед Новым годом артисты областной филармонии перетвораются у театральных актёров. Больше из них – у дельники розных музычных коллективов. Очень интересно себя попробовать в чём-то новом. Петь на сцене – это одно, плясать на сцене – это одно. А вот уже когда актриса, тогда актриса. Очень приятно, когда зритель на тебя реагирует. Это всё равно другие эмоции и ощущения. Супер! Мне нравится работать так. И я думаю, в дальнейшем мы даже задумывались художественным руководителем. Мне предложили поступать на второе, высшее, заканчивать актёрское. Земля, пузыри, стикетан, банга-бонга. На кожную из этих планет упали частки чаронга-крышталю. Их необходно собрать, как усе же данные у новогоднюю ночь ожитявилися. Вось только скрасти крышталь, марать и космичные разбойники. Если бы ты не начал дянуть на себя кристалл, то он бы не упал и не разбился вообще. Я счастлив тому, что я играю уже четвёртую сказку подряд. И слава богу, что я не мешаю молодёжи. Я нашёл свою нишу, я нашёл своих персонажей. Несмотря на отрицательность моего персонажа, это один из самых положительных героев. Потому что сказка всегда заканчивается добром. Однако для этого спотребится допомога маленьких глядачоу. Головных героев чекаешь мать цікавых встреч и складанных заданнёв. Илья Соболёв, Миколай Соболёв. Новины региона. Макилёвские плывцы поспехово выступили одразу на некольких бойных турнирах. У Знагороды завоевали Микита Цмых и Глеб Зайцев. Сребранный медаль с национальным рекордом Белоруссии Микита Цмых стал призёром на споборницах кубок Владимира Сальникова в Санкт-Петербурге. Макилючанин финишовал другим на дистанции 200 метров на спине. Его выник 1 хвилина 51,42 секунды. А вот Глеб Зайцев – триумфатор турниру на призы двухразового олимпийского чемпиона Сергея Каплякова в Минску. Макилючанин завоевал две золотые ознагороды на дистанциях 100 и 200 метров бутерфляем. Самые актуальные новины наши в области на нашем сайте tvrmogilio.by и в группах в социальных сетках. А я на этом с вами развитываюсь и ожидаю вам только добрых новинов. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!